О чем писали в Нижнем Тагиле ровно 70 лет назад, 28 января 1944 года. Традиционно на первой полосе оперативная сводка от Советского информбюро. Сообщают, что войска Ленинградского фронта развивают наступление южнее Гатчины. Но рядом есть и нетрадиционный материал. Это доклад специальной комиссии, которая устанавливала обстоятельства расстрела польских офицеров в Катынском лесу. Впрочем, выводы этой специальной комиссии даются сразу в названии доклада. Расстрел немецко-фашистскими захватчиками военнопленных польских офицеров. Впрочем, поляки никогда с этой точкой зрения были не согласны. Они считали, что польских офицеров, зажатых между двух огней, а именно между советскими и немецкими войсками, расстреливали именно советские войска. И, в принципе, эта точка зрения сейчас совпадает с официальной российской позиции. Так, уже в 21 веке президент Медведев заявил, что расстрел пленных польских офицеров был следствием преступлений Сталина. Немцы упоминаются практически в любом материале газеты тех лет. Так, например, на второй полосе поздравляют Павла Петровича Бажова с юбилеем 65-летия. И вот что пишут в поздравлении. В сказках книги «Ключ камень» и особенно книги «Уральские сказы о немцах» художник нарисовал образы замечательных патриотов земли русской, мастеров русского труда и животворного творчества, не согласных торговать родным. Показав в этих сказках превосходство русского самородного мастерства над немецкой аккуратно мертвой ремесленностью, Бажов подхватил и развил одну из традиционных тем старой русской литературы. А еще газета пишет о том, как тагильчане поздравили Павла Петровича Бажова с юбилеем. Мы, колхозники и колхозницы, желаем вам еще много-много лет здравствовать на благо родной русской литературы и нашего могучего Сталинского Урала. В знак сердечной признательности посылаем вам скромный подарок – корову знаменитой тагильской породы, выращенную нашими стахановцами-животноводами. Чем жили в Нижнем Тагиле ровно 60 лет назад, 28 января 1954 года? Страна готовилась к выборам Верховный Совет СССР. Это нам сейчас кажется, какие там были выборы в Советском Союзе. А на самом деле здесь даже опубликованы формы избирательных бюллетеней. Ну и на второй полосе приводится доказательство того, что советская система голосования гораздо прогрессивнее, чем система голосования в капиталистических странах. Ну и иногда мы считаем, что в советских газетах не публиковали негатив. На самом деле здесь полно критики. Например, сообщают, что строительство теплицы в колхозе Завета Ильича затягивается, что прошло более двух месяцев с тех пор, как третья доменная печь новотагильского металлургического завода встала на капитальный ремонт и до сих пор ее не могут отремонтировать. И еще пишут, что в цехе холодного проката завода имени Куйбышева нейтрализационная установка часто бездействует. В итоге отработанные кислоты сливаются в реку Тагил без очистки. О чем говорили в Нижнем Тагиле ровно 50 лет назад, 28 января 1964 года. В это время Нижний Тагил стал городом не только металлургов, но и химиков. И вот здесь на первой полосе фотография. Бригада Валентины Дорошенко собралась вокруг нового телефонного аппарата, корпус для которого они сами изготовили на заводе пластмассу, перевыполнив план на 12%. Сообщается, что корпус нового телефонного аппарата приятно держать в руках, он блестит, словно отполированный, к сожалению, на снимке этого не видно. А на четвертой полосе заметка «Год рождения моря». Устремившись было к городу, маленькая речушка Выйка на самой его окраине вдруг круто повернула в сторону. Но тагильчане задержали ее, не позволили ей унести с собой всю живительную влагу. В нынешнем году мы станем свидетелями рождения целого моря в окрестностях города. На многие километры раскинется оно. Уже сейчас тут одно из излюбленных мест отдыха тагильчан. А после того, как его живописные берега будут благоустроены, поток отдыхающих в этот красивейший уголок возрастет. А рядом объявления о вакансиях. Требуются шоферы, слесари, а также дикторы. Редакции радиовещания требуется диктор. Обращаться. Улица Карла Маркса, 10.